Следующий спикер Матвей, майнер и CEO Гольфчейн сейчас нам расскажет взгляд со своей стороны. На самом деле хотел бы сказать первое, что по идее эта дискуссия не должна была вливаться за пределы каких-то технических кругов биткоинов, но в биткоине есть еще такая составляющая как цена, и она у нас связана с реальным миром, поэтому круг этого момента возникает по факту только политика. Следующий слайд. Я не буду углубляться в технические детали, потому что это было уже сделано до меня, но я вас попрошу, если у вас есть какой-то сразу вопрос или комментарий, я попрошу его говорить сразу, потому что дальше, я думаю, это будет неинтересно. Меня слегка напрягает тот факт, что биржи сказали, что будут листить биткоина лимитед как эльткоин. И если в сообществе криптовалют мы, люди, понимаем, что такое эльткоин, то для обычного жителя и посредственного человека это будет действительно проблема. В чем она будет заключаться, собственно? Как мы видим, сейчас сумма биткоин, который секвитовский, биткоин он лимитед, не отличается от рыночной стоимости биткоина. Переключай дальше. Роджер Верн, собственно, владелец домина биткоин.ком и пропагандист биткоина лимитед. Для обычного человека будет сложно отличить, где тот наш православный биток и неправославный, потому что биткоин непосредственно это бренд. И после разделения веток часть этого бренда уйдет в лимитед. И начнется настоящая война за новых юзеров, которые еще никогда не были неприобчены к битку. В чем заключается проблема с этим человеком? Он является держателем очень большой доли монет от 100 до 300 тысяч биткоинов. И в случае сплита сети он получит 300 тысяч биткоинов коровских и 300 тысяч биткоинов анлимитед. Что будет происходить на рынке? Собственно, я подозреваю, что этот человек возьмет и будет бомбить курс анлимитеда своими биткоинами, которые остались после сплита. Точно так же на его стороне сыграют криптотрейдеры. В силу того, что они откроют короткие позиции для альткоина. Этим самым можно очень сильно проиграть в цене биткоин-кору. Но есть несколько но. Можно дальше. Это Джихан Гу, собственно, производитель, даже монополист, производитель потребительских биткоин-майнеров. Надо рассмотреть, в чем его выгода. Я подозреваю, что поскольку у него получилось создать компанию, которая монополизировала рынок потребительских майнеров, он не совсем дурак и он понимает технические различия и возможные проблемы с этой веткой. Но почему же он все равно топит, и я считаю, что будет топить за биткоин-лимит? Можно дальше? Еще раз дальше. Сейчас существует всего лишь три производителя биткоин-асиков. Это Bitmain, который без проблем продается направо-налево потребителям любой количестве. Bitfury, который работает только с большими клиентами. И Канаан, это Авалон, который слабо представлен в принципе, а в Китае так тем более. А мы знаем, что самое большое количество мощностей находится в Китае, и как бы остается только Bitmain. Что случится при сплите в этом варианте для Джихан Гу? Что тоже стоит рассмотреть. Я считаю, что получится ситуация очень похожая по цене, как с эфиром и с энергетикой. Их цена будет намного больше, чем когда существовал бы один биткоин. А поскольку алгоритм хэширования будет один и тот же, ША-256, то Джихан Гу, как производитель потребительских майнеров, сможет продавать майнеров, если не в два раза больше, то процентом на 30 точно, если цена будет отличаться. Также есть некоторые моменты. Есть существует еще два типа асиков для других алгоритмов. Это скрипт и X11. Как известно, скрипт это для лейткоина, X11 для Дэша, который, как мы видим, когда открывают короткие позиции на льды, перетекает стоимость биткоина. Как мы видим, они накачиваются стоимостью, и их майнинг становится довольно-таки привлекательным. Рассмотрим новый майнер от Bitmain для скрипта. Довольно удивительно, они анонсировали этот майнер достаточно давно, но на сайте Bitmain он до сих пор не появился, но при этом у любых китайских перекупов или просто на рынке есть возможность купить. Это самый главный их конкурент. Доминатор выпускает, увы, и на Silicon. Как мы видим, уже сейчас, хоть и скриптовый асик не был представлен на главном сайте, он является эффективнее, чем этот. А лейткоин, как известно, осталось 7% до принятия сегвита, и его стоимость уже выросла почти в два раза, собственно, и майнинг этой валюты стал интереснее. На что у них уже есть свое решение. Можно дальше? X11. Точно это майнинг для Dash. И, собственно, мы видели, как он недавно был уже третий по кипитализации, сейчас, по-моему, опять четвертый. После пампа окупаемость вот этих асиков при цене 40 долларов была около двух месяцев. Сейчас я боюсь пересчитывать окупаемость на это оборудование. И PIN-ID. Я со своими товарищами тревожу их каждую неделю в попытке добыть хоть какое-то количество майнеров, но они говорят, что их нет, не будет, и они не знают, когда появятся. Они производятся оба в Китае, и возникает логичный вопрос. Кто из криптовалютной индустрии может либо выкупить всю партию, либо заказать наперед такое количество, либо загрузить заводы, которые производят у них чипы настолько, что они даже не могут оценивать, когда появится возможность для производства. Плюс Толик когда-то в своей статье упоминал, что ходят слухи о том, что Bitmain также хочет выпустить ASIC для X11, то есть для Dash. И получается, собственно, интересный вопрос, что Джихан Ву и компания Bitmain в этой ситуации выиграет трижды, при сплите сети они смогут продавать больше своих Bitcoin ASIC на скриптовом ASIC, который уже готов, и, возможно, попробовать став монополистом для ASIC в Dash, что тоже весьма вероятно. И последний вопрос, собственно, решит ли Bitcoin Unlimited этот вопрос комиссии пропускной способности, и почему я считаю, что нет. Bitcoin Unlimited комьюнити утверждает, что после принятия блок не станет 2 мегабайта, 4, 8, а майнеры будут договариваться о том, какой блок следует принимать. И это заключается в самой важной проблеме, потому что мне, как майнеру или владельцу пула, на самом деле маленький блок выгоден, потому что помимо награды за блок я получаю комиссию сети, которую вы платите за транзакции. И она сейчас достигает за каждый блок почти один биткоин. Довольно-таки непонятно, какой майнер или пул, который голосует сейчас за Bitcoin Unlimited, откажется от этой прибыли в пользу никого. Собственно, даже если случится третформер, и будет этот Bitcoin Unlimited, я глубоко сомневаюсь, что они вообще увеличат блок, или ради бренда увеличат его больше, чем на 2 мегабайта. Потому что для них же, для Antpool, для PoolBitcoin.com это будет невыгодно, ибо они не делятся комиссией за транзакции с майнерами, а зарабатывают именно комиссию за транзакции. У меня всё. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Продолжение следует...